доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели мы снова на финансовых рынках и как и всегда продолжаем говорить о том что на площадках произошло за минувший день и что может случиться дальше с учетом того что в мире по-прежнему все сейчас лихорадит фактом распространения корона вирусной инфекции неутешительная статистика к сожалению по долгу своей работы я обязан ее приводить в качестве доводов поскольку именно статистика по стремительному распространению вируса росту количество летальных исходов это и есть основной источника волатильности которую мы сейчас на площадках и наблюдаем на данный момент друзья на утро четверга 218 тысяч восемьсот пятнадцать заболевших 8810 летальных исходов знаю по комментариям многие по-прежнему ассоциируют что это напускная опять же нагнанная паника на самом деле не все так страшно это обычный гриппа просто никто никогда не подбивал статистику обычного гриппа в принципе там тоже самое не так друзья это смертность при обычном гриппе 0,1 процента однако если мы сейчас будем разбирать те цифры которых я только что сказал смертность превышает 4 процента и самое страшное друзья что она продолжает расти что происходит на рынке нефти все предсказуемо мы снижаемся друзья и я не вижу конца и края вот этому повальному на падению можно сейчас конечно же вспомнить все уровни по которым саудовская аравия цен на нефть хотела продавать сырье европейским партнерам чтобы заместить российскую долю рынка это 25 долларов за баррель предположим что если это так то скорее всего цены могут опуститься под эту планку там же посмотрим дальше затем как будут развиваться отношения между саудовской аравией россии и за теми ходами на которые пойдет уже российская сторона и российские нефтяники но факт остается фактом рынок нефти сейчас валится по причине значительнейшего ухудшения макроэкономической конъюнтуры причем мы уже не ищем прецеденты в истории друзья ближайших скажем лет там 2008 года даже то что происходит сейчас это вообще страшно это экономический кризис это промышленный кризис финансовый кризис кризиса процентных ставок кризиса общественного здравоохранения все в одном флаконе и если уж где искать прецеденты то это пожалуй минимум великая депрессия а если сопоставлять опять же со фактом распространения вирусной инфекции то может быть опять же мы уйдем на испанский гриппа 1917 года в общем ситуация очень печальная мировая экономика фактически в рецессии темпы обвала фондовых рынков исторические площадки теряются каждым днем мировые центральные банки пытаются исправить то что происходит заливают экономику мировую экономику деньгами низкими процентными ставками вообще беспрецедентные меры чтобы помочь домохозяйством выписываются фактически всем чеки сейчас со стороны правительства в штатах это на тысячу долларов кстати если вы находитесь сша и иметь отношение к этому региону я думаю что вам нужно будет поднять вопрос о том достанется ли вам а такой чек темпы экономического роста друзья падают прочь сейчас сша снижение процентов на 15 еврозоне процентов на 20 китай только в первом квартале и во втором в первом полугодии скажем так 2020 года потеряет больше десяти процентов связи с этим спрос на нефтянку снизится больше чем на 5 тире 6 миллионов баррелей это вообще исторический прецедент плюс ко всему еще вчера буквально саудская аравия подтвердила планы увеличить производство нефти до 12-13 миллионов баррелей в сутки поэтому мы работаем с прежним серьезным расхождением спроса и предложения говорим о последствиях мрачных для мировой экономики из распространения коронавирусной инфекции понимаем что из нефти будут бежать скорее всего нефть может развернуться друзья но не нужно мне будет в комментариях писать на следующий день о том что вы же сказали что не будет снижаться у вас должна быть своя голова на плечах и если вы согласны с моей точкой зрения что сейчас нету предпосылок для роста так давайте работать по тому тренду который складывается доллар иена 108 90 здесь я признаюсь доллар оказался настолько активным и востребованным инструментом я не сомневался в том что из-за статуса валюты фондирования он будет расти при этом мы поставили на укрепление доллара против риска и были правы друзья мы заработали много денег в том числе и накануне но против иены доллар также оказался бодрее индекс доллара накануне закрепился выше сотки 101 77 сейчас трамп на вчерашней пресс-конференции повторил слова мучин о том что при текущем развитии событий реальной безработицы может вырасти до 20 процентов и тут же можно было легко додумать что разумеется при таких показателях безработицы темпа экономического роста реально могут просесть на эти 15 процентов которые ранее уже обозначались в общем друзья по доллару иене я все-таки несмотря на текущий рост сохраню короткую позицию потому что лично вот в моем портфеле должен быть этот актив всегда который вот мне кажется более интересный а с точки зрения своих защитных свойств и поэтому у меня как вы знаете всегда есть портфеле длинная позиция по золоту и длинные позиции по японской иене поэтому несмотря на рост как я уже отметил у меня ассо сохраняется золото 1500 друзья я думаю что нужно присматриваться к длинным позициям если вы этого не сделаете потому что во что сейчас вообще верить если не в золото евро против доллара минус 200 пунктов это 200 пунктов профита количество заболевших в италии 35 тысяч семьсот тринадцать в испании почти 15 тысяч германии 12 тысяч триста двадцать семь их число растет кристин лагард который возглавляет европейский центральный банк накануне сообщил о том что экономика валютного блока потеряет в первом и втором квартале более 5 процентов это как раз и есть уже подтверждение рецессии вчера перед закрытием дня фактически была анонсирована программа количественного смещения усилены от европейского центрального банка на 750 миллиардов евро будет она действовать до конца двадцатого года но хочу отметить друзья что конечно же центральные банки они обязаны сейчас делать то что сделают но деньгами ситуацию и проблему не решить потому что простаивает производство производство будет простаивать до тех пор пока люди сидят дома на карантине кому работать и кому поднимать производство и деньги сейчас особо не помогут фонт против доллара 1 14 96 минус 600 пунктов здесь вообще минимальные уровни за последние 35 лет повышенный бешеный спрос на собственно доллар распродажи а фунта вызванные перспективы запуска программы количественного смягчения еще резонанс от прошлых мер экономического стимулирования нависшая проблематика брейкзита которая где-то там позади но все равно добавляет своего негатива по фунту друзья тоже перевыполнив все сверх планы сверх цели я думаю что уже нужно выходить из коротких позиций можете поддержать их на собственный страх и риск но фунт позволил нам заработать столько денег что мы в принципе уже как трейдеры и инвесторы можем перемещать его в категорию дружеских инструментов не очень хорошо все складывалось в прошлом году с ним но сейчас он реабилитировался snp 2311 пунктов ждем как я говорил на уровне 2000 пунктов это будет потенциал точнее отработанный до потенциал обвала на 50 процентов то что мы видели в 2008 году и там уже можно будет искать уровни для покупки доллар канадец здесь также стремительный рост ждем наверное на отметке 1 50 друзья но это уже какие-то немыслимые уровни тоже присмотритесь к возможности того чтобы сейчас уже фиксироваться потому что рост как вы видите просто колоссальный австралиец 0 55 78 буквально час назад резервный банк австралии снизил процентную ставку и перезапустил программу количественного смягчения отсюда следует что снижение может продолжиться на этом все спасибо за внимание всего доброго до свидания